Самый мощный телеканал всего мира, Ватя! Мы русские ревьюеры. Представляет. Welcome to Quake 3 Arena! Всем привет, с вами Wild Game. Вот какие игры приходят вам на ум по произношению жанра? 3D-шутер. Наверняка какие-нибудь там Half-Life, Doom, Max Payne, ну и конечно же Quake. Да, каждая из первых трёх игр этой серии, несомненно, совершила революцию в жанре. И об этих играх знают все. Но самой популярной, без сомнения, можно считать третью часть. Во времена, когда интернет был через модем, это кто не знает, вот такая вот штука, все играли по сети только в неё. Да-да-да, ведь Counter-Strike-а-то тогда ещё не было. Ну а те, у кого не было, ну или просто было жалко денег на модем, или компьютерный клуб, играли в одиночную кампанию. Это было, конечно, не так весело, но кровь, кишки и мясо присутствовали, так что всем понравилось. И пофиг, что сюжетно она не была связана ни с одной другой частью. Да, в 3D-шутер есть сюжет, хотя кого это волнует, когда на экране кровь, кишки и мясо? Но рассказывать об этой игре нет смысла, о ней знают все. Ну, разве что кроме него. Сегодня я хочу рассказать о модах на эту игру, которые мне довелось увидеть. Итак, поехали. Начнём с самого базового мода. Огонь и лёд. Он, кстати, как и большинство рассматриваемых сегодня модов, русский. Итак, что мы обычно ждём от мода? Изменения в сюжете, новые миссии, карты, модели оружия и игрока. Ну, так как этот мод на шутер, а тем более на Quake 3, то сюжет и новые миссии отпадают. Что же мы имеем? Новые модели игрока? Есть. Но они какие-то странные. Модели из какого-то аниме, пауки, кстати, очень качественно сделанные. Какая-то собака и... Человек-паук? Что ж, вполне неплохо. Чем страннее, тем лучше. Модели оружия. Все модели оружия заменены на новые. В принципе, неплохие, но вот звук выстрела рейлгана только испортили. Все модели и игрока и оружие встречаются в большинстве остальных модов. Сюжета нет как такового. Вообще. Даже босса. Игра просто заканчивается после прохождения обыкновенной карты. И это как-то немного напрягает. Итак, мод без сюжета и босса, но с новыми картами и моделями. Ну что ж, подходит так убить пару часов. Следующий мод основан на фильме. Таких в обзоре будет три. Итак, мод «Бегущий человек», основанный на одновременном фильме со Шварценеггером в главной роли. Сам фильм я не смотрел, поэтому о сюжете могу сказать только, что он в каком-то смысле повторяет сюжет фильма, наверное. Ходим, убиваем злых дядек, а потом расправляемся в последнем ролике с главным злым дядькой. Почему в ролике, а не в игре? Да потому что этот злой дядька – старый дед-пердед. И если бы бой был бы в игре, то выглядело бы, наверное, вот так. В принципе, что в этом моде плохого? Модели очень даже неплохо исполнены. Новые карты тоже. А вот сложность, ну, она слишком легкая. Серьезно, самое большое число убийств на картах в одиночной игре, которые от нас требуют – восемь! А на первой вообще один! Ну, конечно, можно переиграть карты в режиме перестрелки и самому поставить нужное число убийств, но... Неужели было трудно сделать так сразу? В общем, получилось неплохо. Поправили бы сложность и было бы отлично. Второй мод, основанный по фильму. Крутые стволы. С этим модом у меня была длинная история. Сначала я взял дед с этим модом у друга, и он назывался Андерсанг. Что это вообще значит? Уже много позже я купил сборник, в котором были все эти моды, а также некий мод под названием Крутые Стволы. И оказалось, что это одна и та же игра! И название Крутые Стволы есть правильное, так как мод основан на малоизвестном фильме Крутые Стволы 1997 года. Так почему же на первом диске он назывался Андерсант? Да, фиг его знает. В общем, все стандартно. Новые модели, карты, пушки. А какой же подвох этого мода? А то, что файл с финальным роликом изначально поврежден во всех версиях. Из-за того, что игра не может его запустить, не запускается также и последний уровень. Что довольно неприятно. Хотя эту проблему можно решить так же, как и в предыдущем моде. Включить карту в режиме перестрелки, там она работает. Но последнего ролика вам все равно не видать. Также хочется отметить музыкальное сопровождение. На многих картах играет мамба. Поначалу, да, прикольно ее слушать. Но потом... ЛА БАМБА! Если бы не последний уровень и... Был бы весьма неплохой мод. Третий мод, основанный на фильме. КВЕЙК 3 СОЛДАТ По одноименному фильму 98-го года. Что ж, новые карты в моде сделаны на космическую тематику и сделаны просто на отлично. Оружие взятое из того же мода Огонь и Лед. А вот моделек маловато, ну это ничего. Итак, что же не так с этим модом? А то, что он не сохраняет результаты. Вот вы старались, прошли игру, вышли из нее, зашли обратно, а ничего нет. На экране опять первая карта. Что из этого следует? Так что этот мод подходит исключительно для режима перестрелки, если вам, конечно, не хочется перепроходить все время одни и те же карты. Следующий мод попытался сделать невозможное. Сделать бойцами машины. КВЕЙК 3 КРОВАВОЙ РАЛЛИ Абсолютно новые карты. Система тюнинга. Ну, то есть прокачивание машин. И, собственно, сами машины вместо игроков. Большинство, конечно, выглядит очень даже неплохо, но есть и просто уродские. Но у мода полно и минусов. Например, сама машина. Любое, даже малейшее касание стены отнимает здоровье. Тут есть даже две кнопки, которые поднимают и опускают корпус машины. И вот когда вы корпус опускаете, здоровье будет отниматься каждую секунду. Ну, можно сказать, кнопка для самоубийства. Но еще больше разочаровывают боты. Вот блин, это все равно, что посадить за руль недоразвитых макак. Либо они просто стоят на месте, либо врезаются в каждую стену и падают с каждого обрыва. Нет, ну это совсем не круто. В общем, к сожалению, в этот мод нормально играть не удастся. Но поржать над этим вполне возможно. Следующий мод Half-Dead. Да не Half-Life, Half-Dead. Это первый нерусский мод в нашем обзоре. В принципе, это образец того, какими должны были быть предыдущие моды. Ну, кто на кроваву врали, конечно. Новые модели игроков есть. Новое оружие есть только одно, но очень действенное. Новые карты отличные. А главное, нет никаких косяков ни с ботами, ни с сохранениями, ни с чем. Хороший пример хорошего мода. В принципе, больше я о нем ничего сказать не могу. Поиграйте сами, вы не пожалеете. Последний на сегодня мод. T-Marina. Этот мод официальный. Сделала его компания ID. Та же, что и сделала оригинальный Quake 3. Основными режимами в данном моде являются все те, которые в оригинальном Quake 3 были в режиме красных против синих. Захват флага, командная схватка, захват точек, ну и так далее. Карт для обычного режима тут штук 5-6, не больше. Несколько новых оружий, таких как пулемет и гвоздомет. И много новых карт и моделей. Но невооруженным взглядом видно, что моделек-то всего две, просто на их тела приделаны разные головы. Для официального мода это... Прискотно. Графика немного подтянута. В принципе, это, наверное, самый лучший мод из рассматриваемых сегодня. Да, там есть в большинстве своем режим красных против синих, но он все равно передает тот драйв, мясо и перестрелки, в общем, все то, что было в оригинальном Quake. И получается это у него на отлично. Что же могу сказать в итоге? Все они просто дополнения к игре. Некоторые весьма неплохие. В некоторых есть небольшие недостатки. А на некоторыми можно только поржать. А вот играть в них или нет, решать вам. В любом случае, это стоит увидеть. Даже кровавая ралли. Ну, это все. С вами был WildGamer. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...